Мама, первое слово в каждой судьбе. Весногорск отпраздновал День Матери. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 100 сообщений о происшествиях. Оперативная сводка криминальных происшествий за неделю. Смоленские полицейские ликвидировали наркопритон. Баскетбольный поединок. Команда «Митсу Баскет» обыграла «Динамо» Росэнергоатом. Самое распространенное, тут где-то диаметр 25-30 сантиметров вот этой корзины. Прутик к прутику десногорские школьники познакомились с народным ремеслом. А теперь об этих и других новостях подробнее. МВД России и Минздрав подготовили новый законопроект. Он позволит обмениваться информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление автомобилем. Например, людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией. ГИБДД получит доступ к данным единой системы в сфере здравоохранения. Туда будут поступать сведения о пациентах государственных и частных клиник. Кроме того, этот документ станет частью масштабной реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения. Она предполагает проведение проверки большей части документов в электронном виде. Мама. Сколько нежности, тепла и ласки заключено в одном простом слове. 25 ноября в детской музыкальной школе нашего города состоялся торжественный концерт. Его посвятили одному из самых светлых и наполненных любовью праздников – Дню Матери. Подробности в нашем сюжете. Труд матери невозможно переоценить, а любовь ее бесценна. Именно для них, милых и прекрасных, звучали приятные слова и пожелания. Поздравить женщин пришли первые лица города. Желаю вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Хотелось бы выразить слова многоветным мамам. Большое спасибо вам за ваши нелегкие труды, крепкого вам здоровья, счастья, добра. И очень, конечно, будет хорошо, чтобы ваши дети обогревали ваши души. Здоровья вам, удачи, чтобы детки почаще вас радовали, ну а мужчины, которые рядом с вами, дарили цветы не только по праздникам, но и просто так, будни и очистное сердце. Быть мамой, особенно многодетной, сложная и ответственная работа, она требует любви и терпения. Мам, которые достигли высоких результатов своей деятельности, наградили подарками и благодарственными письмами. Дети тоже не остались в стороне и сыграли для родителей, мам и бабушек кукольный спектакль по мотивам детской сказки «Колобок». Теплые поздравления прозвучали не только со сцены. Я поздравляю всех мам, у которых есть дети, и у которых нету, и пусть у тех мам, у которых нету детей, появятся малыши, мальчики или девочки, неважно. День матери занимает особое место среди многих праздников, отмечаемых в нашей стране. Он напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – это мама. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Деснат В. В селе Талашкино Смоленской области 27-летний мужчина предоставлял свое жилище для изготовления и потребления дезаморфина. В течение месяца оперативники задерживали граждан, которые посещали эту квартиру. Их отправляли на медицинское освидетельствование. Результаты анализов показывали положительные результаты употребления опиоидного наркотика. Как проходил захват наркопритона, смотрите в сюжете. Бойцы отряда специального назначения «Гром» проникли в квартиру подозреваемого. В операции задержания участвовали и сотрудники управления наркоконтроля. В жилище помимо хозяина было трое граждан. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли жидкость бурого цвета и одноразовые шприцы. Также в квартире находились упаковки от КДН, содержащих лекарственных препаратов. Все это использовалось для изготовления и потребления запрещенных веществ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Марина Якубишина, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. О криминальных событиях в Десногорске расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорск Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 100 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 66 административных правонарушений, в том числе 65 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек. 24 и 25 ноября состоялась очередная баскетбольная встреча. За первенство Центрального федерального округа состязались команды Десногорска и Липецка. В результате упорной борьбы победу одержала команда Митсу Баскет. Подробности далее. Игра захватила зрителей с первой секунды. Броски, блокшоты, финты и роскошный дриблинг. Соперники ничуть не уступали друг другу. Фортуна поочередно переходила от команды к команде, будто испытывая терпение. Зрители находились в постоянном напряжении. Мы за хорошую игру, независимо от того, кто. Отличная игра, достойные соперники, хорошие молодые ребята. Я болею за Десногорск. У меня играет папа 18 номер. В первый день состязаний молодая липецкая команда не смогла дать отпор хозяевам. Сказывалось неотработанное перемещение игроков. Спортсмены терялись при смене и заслонах. Баскетболистам явно не хватало должной агрессии. В итоге команда «Митсу Баскет» проиграла со счетом 70-94. У них есть еще, я думаю, возможность для роста и в прямом даже смысле. Конечно, уступают в росте нашим баскетболистам, но берут более динамичной игрой, комбинационной игрой. И где-то в чем-то превосходят в дриблинге, наверное. На второй день соревнований команда «Липецкая» обескуражила команду «Динамо Росэнергоатом». Гости вырвались вперед, превзойдя десногорцев в точности трехочковых бросков. Последняя четверть игры накалилась до предела. Приближался конец матча и незначительное преимущество соперника воспринималось гораздо острее и серьезней. Увеличивалась скорость игры. Хозяева стали чаще допускать ошибки при ведении и передачах мяча. Финальный сигнал и игра закончена. Со счетом 70-65 победу одержала команда «Митсу Баскет». У нас всего три тренировки проведено было перед этим матчем. Это наш первый выезд. Ну, я выездом доволен. Мы одну игру проиграли, одну выиграли. Сами виноваты. Проиграли дома. Будем работать ошибками, стараться и побеждать в следующих матчах. Сегодня выиграли, так сказать, чуть-чуть не в полном составе. Не было второго тренера. Кабиня Аданиэля. Еще пару человек. На будущие игры вы будете собираться все вместе и побеждать. Сейчас у команды ЦСП «Динамо Росэнергоатом» 5 побед и 3 поражения. 1 и 2 декабря десногорцы встретятся в Ярославле с командой «Юни Баскет». Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Совет ветеранов Смоленской атомной электростанции организовал для школьников необычный мастер-класс. 23 ноября ребята познакомились с ремеслом изготовления корзин. Об особенностях плетения вы узнаете из нашего следующего сюжета. Корзины, лукошки, кузовки. Зал историко-краеведческого музея наполнен сладковатым запахом ивовых прутьев. А школьники в предвкушении прикоснуться к плетеным изделиям. Своими секретами лазоплетения с ребятами поделился умелец Михаил Юков. Просовываем один конец вот так вот застроганный, а другой в него. И так нанизываем мы все вот эти прутики, и получается у нас каркас. Каркас для изготовления донышка. Впервые Михаил Васильевич познакомился с этим ремеслом в возрасте 13 лет. Он увидел, как его дедушка плетет всевозможные изделия из лозы и загорелся. Но в полной мере заняться изготовлением корзин ему удалось гораздо позже. В детстве особенно некогда было этим заниматься. Школа, учеба, техникум, служба в армии на Дальнем Востоке, на флоте. И затем уже, когда я вышел на пенсию, на заслушанный отдых, это, в общем-то, ремесло я вспомнил и, в общем-то, занялся этим плетением из лозы. Умелец рассказал школьникам, что для плетения используются как очищенные от коры прутья, так и зеленые, неокоренные. Они заготавливаются в октябре-ноябре. Перед плетением их обязательно вымачивают в воде, а готовое изделие прокрашивают морилкой. Урок организован для учеников начальных и средних классов. Как отметил сам мастер, ребята помладше проявили больший интерес. Некоторые школьники уже знакомы с этим видом ремесла, но были и те, кто узнал о нем впервые. Мне больше всего запомнилось, ну, как плели, разрезали внутри, и, ну, такие крестики делали. Папа плетет у меня тоже. Только, правда, из маленьких веточек, помню. Такой, даже так смотрел маленькую. Лазоплетение требует особой сноровки, внимательности и усидчивости. Далеко не все ребята могут похвастаться этими качествами. Но, без сомнения, все они с огромным интересом наблюдали за ловкостью рук Михаила Васильевича. Я нашел какой-то отклик, тепло моей души. Нашел среди ребят заинтересованность, в общем-то. И у нас, в общем-то, произошло какое-то взаимопонимание, произошло между ребятами и мною. Я доволен, что ребята интересуются, задают вопросы. Такие встречи не только знакомят детей с народным ремеслом, но и учат их сохранять традиции родного края. Мастер-классы пройдут до 30 ноября. Предварительная запись ведется по телефону музея 747-56. Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. А теперь коротко о погоде. 27 ноября в Десногорске будет пасмурно. Днем минус 4, ночью минус 5. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»